Экономика в стране под угрозой и спасти ее должны пожилые люди. Снова в бой идут одни старики. В России на самом высшем уровне вновь обсуждается вопрос об увеличении пенсионного возраста. Для женщин с 55 лет, а для мужчин с 65. Несмотря на то, что премьер-министр уже пообещал, что данная мера недавно была принята только для госслужащих, однако россияне все равно беспокоятся за свой достаток в пенсионный период. Впрочем, и в этом вопросе нет единодушия. Я отношусь отрицательно к этому. Потому что в нашей стране, ну как сказать, не такие уж условия, чтобы продолжительность жизни так, сами знаете, не очень большая. Вот понимаете, а где молодежи тогда работать экономически? Вот пенсионеры, грубо говоря, 55 лет, да, они будут сидеть, а вот молодежи заканчиваются, вузы, все. Куда идти? Так сейчас предприятия все стоят. Им куда идти? На рынок? Где молодежи работают? Двоякое мнение. С одной стороны, я понимаю, что вроде бы надо, с другой стороны, конечно, не хочется. Когда средняя продолжительность жизни мужиков у нас будет больше, 65 лет устойчивой, тогда можно повышать, наверное, пенсионный возраст. Экономисты считают, что это необходимая и вынужденная мера. Экс-министр финансов Российской Федерации и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста в России в нынешних экономических и демографических условиях просто неизбежно. По его мнению, повышение пенсионного возраста для всех граждан хотя бы на один год способно высвободить более 250 миллиардов рублей на бюджетные расходы. Повышение пенсионного возраста, если это происходит в комплексе каких-то мер определенных, то может быть вполне позитивным шагом. Но поскольку никаких других мер пока не предлагается, то это выглядит как желание государству забрать больше денег у населения. Во многих странах мира выход на пенсию для мужчин 68 лет. В Японии и мужчины, и женщины уходят на заслуженный отдых в 70 лет. Но справедливости ради стоит отметить, что и продолжительности жизни в этих странах намного выше, чем в России. В той же Японии более 80 лет. Я не думаю, что это будет сделано до выборов в Государственную Думу, потому что они должны пройти спокойно и без дополнительных негативных трендов, которых и так сейчас хватает. А после выборов, когда у депутатов Государственной Думы и у политических партий будет в запасе еще 5 лет, это вполне возможно. Получается, что в ближайшее время переживать по этому поводу не стоит. Во всяком случае, так уверяют эксперты. Ну а как дело будет обстоять позже, неизвестно. Волны обсуждения этого вопроса появляются с неутомимой периодичностью. Иван Крестьянинов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спасибо.